Вы смотрите программу Абсолютный слух. Программа Абсолютный слух знакомит вас с самыми яркими явлениями мировой музыкальной культуры. В начале 20 века профессия дирижера была в самом расцвете. Ее авторитет поддерживали лучшие маэстро, преподнося себя миру как жрецов священного искусства. Именно тогда нашелся один дирижер, который стал смело разрушать миф об элитарности профессии. Он выводил на сцену животных, занимался мультиками и даже лично пожал руку Микки Маусу. Он спустился с горных высот к простой публике и не прогадал. Публика вознесла его до небес и стала называть полубогом. Наш сюжет о легендарном Леопольде Стаковском. Леопольд Стаковский родился в 1882 году в Лондоне и был первенцем в семье польского столяра и простой неграмотной ирландки. Об этом факте известно благодаря сохранившимся документам, хотя сам маэстро всегда уверял, что родился он в Восточной Европе на несколько лет позже и что отец его был палеонтологом. Когда же во время одного интервью на Би-Би-Си ему доказали, что все это ложь, Стаковский просто ушел из студии. Никто так и не смог объяснить, почему прославленный дирижер так любил создавать вокруг себя паутину мифов. Поклонников же эти рассказы приводили в восторг. В 20 лет Леопольд стал органистом в лондонской церкви. Однажды своим исполнением он покорил слух богатого американского священника, который предложил ему занять пост капельмейстера в одном из храмов Нью-Йорка. Стаковский согласился, он переехал в страну, в которой его ожидали главные триумфы. Стаковскому было всего 27 лет, когда он, уверенно выдержав конкуренцию с маститом Бруно Вальтером, возглавил оркестр штата Цинциннати. Уже через год оркестр было не узнать, а молодого дирижера Критити назвали настоящим мастером. А вскоре разразился скандал. Стаковский публично рассорился с дирекцией оркестра и поддал в отставку. Впрочем, без работы он не остался. Ему немедленно предложили возглавить гораздо более престижный коллектив – Филадейфильский симфонический оркестр. Подобно многим маэстро той эпохи, в работе с оркестром Стаковский был настоящим диктатором. К примеру, если ему не нравился тембр струнных инструментов, он мог заставить каждого скрипача играть по очереди. Такого унижения концертмейстер оркестр не перенес. Он ушел с репетиции и в тот же день уехал из Филадельфии. Авторитарный стиль работы оказался действенным. За три года Филадельфийский оркестр превратился едва ли не в лучший на континенте. Сразу же после этого Стаковский взялся за воспитание публики. Он делал все возможное для того, чтобы классическая музыка, являвшаяся достоянием элиты, стала понятна и близка людям всех социальных слоев и возрастов. Он устраивал специальные благотворительные концерты для малоимущих простых американцев и читал лекции о том, как надо себя вести в зале. На дирижерском подиуме Стаковский нередко устраивал экстравагантные шоу. Он мог, например, перед исполнением одного из сочинений демонстративно сбросить с пульта на пол партитуру, показывая всем, что будет дирижировать по памяти. В 1929 году маэстро произвел сенсацию, отказавшись от дирижерской палочки. Перед исполнением карнавала животных Сен-Санса Стаковский распорядился привести на сцену трех слонов, трех пони, осла и верблюда. Восторгу публики не было предела. Ради достижения своей цели Стаковский преодолевал любые препятствия. Работая над переложением для оркестра органных сочинений великого Баха, он мог выкинуть целый такт, если тот казался ему лишним. В ответ возмущенным критикам, требующим убрать руки прочь от Баха, Стаковский заявлял, что находится на сцене вовсе не для защиты классических произведений. «Партитура – это только лист бумаги с записями», – говорил он. «Наша задача – вдохнуть в него жизнь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Стаковский позаботился и о том, чтобы вдохнуть жизнь в партитуру 8-й симфонии Малера. От этой идеи дирекция оркестра пришла в ужас. Грандиозное полотно, которое называли симфонией «тысячи участников», никогда не звучало в Америке, ведь его исполнение было сопряжено с гигантскими затратами. Стаковского трудности не смущали. Он купил права на американскую премьеру, за шесть недель достроил сцену и еще шесть месяцев потратил на репетиции. Ему удалось собрать на одной сцене тысячу шестьдесят восемь музыкантов. На то невиданное действо мечтала попасть вся Филадельфия, однако даже после девяти исполнений 8-й симфонии Малера зал не вместил всех желающих. После триумфального исполнения симфонии в Нью-Йорке Стаковский превратился в национальную знаменитость. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА За свою жизнь Леопольд Стаковский дал больше мировых и американских премьер, чем любой другой дирижер мира. Не существуют музыки старой и музыки новой, говорил он. Существует музыка хорошая и плохая. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Прививка авангардной музыки не всегда происходила безболезненно. Как-то раз, когда Стаковский только начал играть произведение Шонберга, зал недовольно загудел. Остановив оркестр, маэстро ушел со сценой. Дождавшись, чтобы публика умолкла, он вернулся. Вернулся, чтобы вновь исполнить пьесу с самого начала до конца. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Действенным способом для приобщения массового зрителя к классике стала мультипликация. В 1939 году Стаковский подписал контракт со студией Уолта Диснея и принял участие в работе над знаменитым фильмом «Фантазия», где исполнил роль самого себя. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Для этой картину он выбрал и записал с филадельфийским оркестром девять произведений, в том числе «Токкатту» и «Фугура» и «Минор» Баха», «Сюиту» из балета «Щелкунчик» Чайковского, «Весну священную» Стравинского и «Ночь на лысой горе» Мусоргского. Фильм «Фантазия» вышел на экраны в 1940 году и удостоился двух премий «Оскар». Олд Дисней получил награду за исключительный вклад в продвижение звука в кинематографе, а Леопольд Стаковский за уникальную роль в создании новой формы наглядной музыки и расширение значения кинематографа как средство развлечения и искусства. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Пожав руку Микки Маусу, Стаковский вывел классическую музыку в Америке на небывалый уровень популярности, а сам превратился в легендарную личность, звезду, за которой теперь охотились журналисты, поклонники и самые красивые женщины мира. Идеи другие и третьи с замиранием сердца следили за романом великого маэстро с великой актрисой Гретой Гарбо. А Зигмунд Фрейд, находясь в Америке, с пристрастием расспрашивал оркестрантов о характере Стаковского. На сцене и в жизни Стаковский не отказывал себе в правенной капризы. Если он находился в конфликте с администрацией филадельфийского оркестра, то мог после концерта уйти со сцены, так и не поклонившись и не обращая внимания на стоячую овацию зала. В 1960 году Стаковский в ярости разорвал свой контракт с Юстонским оркестром, когда ему запретили использовать хор чернокожих мальчиков на одной сцене с белыми. Судьба, благосклонная к Стаковскому, подарила ему не только славу, но и редкое творческое долголетие. Он вновь стал героем первых полос газет, когда в 91 год невозмутимо подписал контракт с крупнейшей звукозаписывающей компанией, контракт на 10 лет. Он постоянно давал концерты, пока инфаркт не остановил его сердце на 96-м году жизни. В некрологии газета «Нью-Йорк Таймс» назвала Стаковского звездой дирижерского пульта и, возможно, самым известным дирижером всех времен. Свой яркий путь в искусстве Леопольд Стаковский посвятил тому, чтобы классическая музыка стала синонимом самой жизни, меняющейся и стремящейся вперед. 7 тысяч концертов, 2 тысячи мировых премьер, данных Стаковским, навсегда сделали его имя легендарным в истории музыкального искусства, а записи, сохранившие его исполнение, продолжают наполнять души людей 21 века радостью общения с великим маэстро и с великой музыкой. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Господин Вестрес оставил зал в полном недоумении. Чем надо было больше восхищаться? Его силой или грацией его движений? Выходя на сцену, он сделал такое поразительное антроша, что дамы испугались. Они думали, ему не удастся опуститься, не повредив ногу. Он делал вещи столь неожиданные и столь неизвестные до него, что весь зал охватило изумление. Эти слова, посвященные великому танцовщику-виртуозу, были написаны в 1786 году, во время его гастролей в Лондоне. Сегодня имя бога танца Вестреса вспоминают редко. И очень жаль, потому что его вклад в искусство балета действительно неоценим. В 1969 году балетмейстер Леонид Якобсон поставил для юного Михаила Барышникова хореографическую миниатюру Вестрес. Этот номер стал одним из самых чудесных сюрпризов первого международного конкурса артистов балета в Москве. Главным героем миниатюры был французский виртуоз, танцовщик конца 18-го, начала 19-го века, Агюст Вестрес. Агюст Вестрес родился 27 марта 1760 года в Париже и был внебрачным сыном прославленного премьера Парижской оперы итальянца Гаэтана Вестреса и танцовщицы Мари Аллар. Госпожа Аллар, прекрасная исполнительница комических ролей, покоряла публику необычайной лёгкостью и живостью танца. Она и стала первой учительницей маленького Агюста, ведь отец с сыном долгое время были незнакомы. Расставшись со своей любовницей, Гаэтана Вестрес участия в его воспитании не принимал. Когда же его назначили директором школы танцев, в одном из классов он обратил внимание на удивительно одарённого 9-летнего мальчика. На вопрос, кто же его родители, ему ответили, что это сын мадемуазель Аллар. «Тогда это должно быть и мой сын!» воскликнул он и с удовольствием продолжил занятие. Очень скоро Вестрес-старший вынужден был признать, что наследник превзошёл его в искусстве. Обладая тщеславным характером, он неизменно добавлял. «Это объяснимо, ведь у него преимущество передо мной. Его отец – сам Гаэтана Вестрес». Дебют юного Агюста на сцене Парижской оперы отметил известный публицист 18 века Барон Гримм. Он писал, «Несколько дней тому назад мы наблюдали чудо». В балете «Пятидесятилетие» вместо бога танца Гаэтана Вестреса выступил 12-летний ребёнок. Этот ребёнок танцевал с той же точностью, уверенностью и почти с такой же силой, как и великий Вестрес. Никакой священник не благословлял мимолетного союза Великого Вестреса с полнотелой и блистательной аларм. И рождение ребёнка не получило санкции закона. Но сама природа наградила его отцовским и материнским талантами. Публика этого чуда-ребёнка назвала «Вестро-алларм». Вскоре Агюст исполнил роль Амура в балете «Эндемион», поставленном отцом. В возрасте 15 лет он был зачислен в труппу Парижской оперы, а в 18 получил статус премьера, который удерживал в течение трёх с половиной десятилетий. В отличие от своего статного и длинноногого отца, Агюст Вестрес был не слишком высок, но необыкновенно изящен. Его танец отличался ослепительной виртуозностью. Ещё никто не делал таких чистейших головокружительных пируэтов. Никто не вращался так стремительно и не взлетал так высоко, как он. Его охотно занимал в своих постановках великий реформатор танца Жан-Жорж Новер. Нарушив традиционное деление на благородных и характерных танцовщиков, Агюст Вестрес с одинаковым блеском выступал во всех амплуа. Один из лучших его учеников, прославленный датский хореограф Август Бурнанвиль, в своей книге «Моя театральная жизнь» писал. Стиль его танца был демихарактерным, для чего прекрасно подходила редкая упругость и стремительность в сочетании с выразительным лицом. и живым характером. Освободившись от строгости отцовской школы, он создал совершенно новый танец, который был также не похож на предыдущий, как не похожа блистающая красками живопись на мраморную скульптуру. То было время, когда стиль классицизма с его неторопливыми формами отживал свой век. Танец Агюста Вестреса отличался благородством линий и при этом не был столь величественным и строгим, как того требовали правила галантные бухи. И если Вестрес-старший восхищал балетоманов изящнейшими прыжками, выполняемыми с места вверх, то Вестрес-младший ввел в балетный язык динамичный и легкий прыжок с разбега, словно рассекающий сценическое пространство. Его танец был в высшей степени благороден и при этом наполнен виртуозными трюками, которые до той поры могли себе позволить лишь комические персонажи. Однако сказать, что Агюст Вестрес был лишь виртуозом танца, не решился бы никто. Он был и превосходным актером, которому прекрасно удавались как трагические, так и комические роли. Карьера Агюста Вестреса была успешной до 1789 года. Французская революция заставила его эмигрировать в Англию, где его ожидал настоящий триумф. Как писали лондонские газеты, в 1781 году из-за выступлений Вестреса были отменены заседания парламента, на которых должен был дебатироваться важный экономический закон. Только через четыре года Агюст Вестрес смог вернуться во Францию. Теперь его называли парижским богом танца, а любители балета съезжались со всей Европы, чтобы насладиться его искусством. Вестрес стал национальной гордостью. Иногда по личному распоряжению Наполеона Бонапарта его не отпускали в заслуженный отпуск. Император не желал лишать своих иностранных гостей удовольствия лицезреть чудо. Посчастливилось увидеть танец Агюста Вестреса и русскому историку Николаю Михайловичу Карамзину. В своем романе «Письма русского путешественника» он писал «Правду сказать, искусство сего танцовщика удивительно. Душа сидит у него в ногах, вопреки всем теориям естества человеческого. Какая фигура, какая гибкость, какое равновесие! Никогда не думал я, чтобы танцовщик мог доставить мне столько удовольствия. Никакие стихотворцы не опишут того, что блистает в его глазах, что выражает игра его мускулов, когда милая стыдливая пастушка говорит ему нежным взором «люблю», когда он, бросаясь к ее сердцу, призывает небо и землю в свидетели своего блаженства. Театральная хроника конца XVIII века сохранила множество легенд о личной жизни Агюста Вестреса. Однако многие из них недостоверны. Известно лишь, что, унаследовав от отца талант к танцу, Вестрес сын оказался более ответственным семьянином. В законном браке с танцовщицей Н. Катрин Ажье родился их сын Арман Вестрес. Продолжая семейную традицию, он также стал артистом балета. Однако славы своего великого отца он достичь не сумел. В 1816 году Агюст Вестрес вышел на пенсию и стал преподавать. О том, каким он был учителем, говорят имена его учеников. Среди этого созвездия легендарные примы Фанни Эльслер, Карлотта Гризи и Мария Тальони. Величайшие хореографы Мариус Петипа, Жюль Перро, Август Бурнанвиль. Именно он классик датского балета. Август Бурнанвиль в 1848 году сочинил хореографию балета «Консерватория», в котором воспроизвел урок своего легендарного учителя. Этот старинный балет жив и сегодня. Последний раз Агюст Вестрес вышел на сцену 8 апреля 1835 года. В возрасте 75 лет он выступил партнером своей ученицы Марии Тальони, исполнив с ней изящный минуэт. Давайте подумаем, много ли имен женщин-композиторов сохранила история? Конечно же нет. Хотя и утверждать, что это исключительно мужская профессия, мы тоже не можем. В Древней Греции легендарная Сафо сочиняла не только стихи, но и музыку. В средневековой Германии монахиня, прославленная как святая Хильдегард, писала церковные песнопения. В 19 веке музыку сочиняли и сестра композитора Мендельсона Бартольди Фани, и пианистка Клара Вик, супруга великого Шумана. Сегодня мы расскажем вам о венецианке Барбаре Строцце. Она жила в 17 веке и прославилась ярким талантом и оригинальностью. Она первой из женщин сделала сочинение музыки своей профессией и опубликовала множество сборников собственных произведений. 9 августа 1619 года в церкви Санте-Софии в Венеции была крещена девочка, ей дали имя Барбара. Ее отец был неизвестен, а в церковной книге регистрации крещений против графа «Мать» значилось имя Изабеллы Гарцони. Изабелла долгое время прислуживала в доме Джулио Строцци, прославленного венецианского поэта и писателя, автора многочисленных оперных либретто. Строцци взял маленькую Барбару в свой дом, как приемную дочь. Он не только дал ей свое имя, но и сделал все возможное для ее воспитания. Девочка получила блестящее образование, в том числе и музыкальное. В 16 лет Барбара Строцци уже хорошо знали в Венеции. Она прекрасно пела и играла на нескольких инструментах. Венецианский композитор Никола фон Тей в знак восхищения преподнес ей сборник вокальных сочинений с посвящением любезной и талантливой девушке, виртуознейшей певице, синьоре Барбаре Строцци в надежде доставить ей удовольствие. В Венеции 17 века музыкальные вечера проводились в рамках так называемых академий, творческих объединений, куда входили интеллектуалы-аристократы и представители художественной элиты, литераторы, живописцы и музыканты. Постоянными членами академии могли быть исключительно мужчины. Дамы же приглашались только в качестве гостей. В 1637 году, когда Барбаре было всего 17 лет, ее отец Джулиус Строци основал академию под названием «Унисоны». Он устраивал многолюдные собрания в своем доме, где читали литературные тексты, дискутировали и музицировали. Темы бесед были самыми разными, например, о том, как цветы влияют на любовное чувство. Юная хозяйка дома Барбара Строци всегда была центром внимания. Она охотно участвовала в дискуссиях, раздавала призы, пела и играла для гостей. Синьора Барбара своей красотой олицетворяет весну, восхищались гости. Хорошо дарить цветы после того, как плоды уже сорваны, язвительно замечала на ним в опубликованном памфлете. То был прозрачный намек на то, что Барбара не только прекрасная певица, но и весьма свободна в вопросах любви. По городу ходили слухи о ее связи с венецианским поэтом-другом отца. Замужем Барбара Строци никогда не была, но произвела на свет четверых детей, которых воспитала самостоятельно. В 1644 году, когда Барбаре было 25 лет от роду, из печати вышел первый сборник ее вокальных сочинений. Она написала их на тексты отца и посвятила великой герцогине Тосканской. В предисловии к изданию Барбара Строци указала, что ее учителем композиции является органист собора Сан-Марко и прославленный оперный композитор Франческо Кавалли. Кавалли же был верным последователем великого Клаудио Монтеверди, автора множества мандригалов и духовной музыки. Он же был создателем нескольких опер, жанра нового и в высшей степени любимого публикой. Последние годы Монтеверди жил в Венеции, что, конечно же, не могло не повлиять на музыкальную культуру этого города. Выразительная драматичная декламация, свойственное творением Монтеверди, не оставляла равнодушных. Этот выразительный декламационный драматичный стиль Барбара Строци унаследовала от своих старших современников. За свою жизнь Барбара Строци опубликовала восемь вокальных сборников. Таким количеством изданных опусов могли похвастаться немногие мужчины-композиторы. Возможно, карьере Барбары содействовали связи ее отца, а, быть может, ее высокие покровители, коронованные особы, коим прекрасная синьора Строци посвящала свои вокальные сборники. Одним из адресатов ее посвящения был император австрийский Фердинанд II. Сборники Барбары Строци включают в себя сольные мадригалы, арии, кантаты и жалобные песни, так называемые ламэнти. Конечно же, основная тема всех сочинений – любовь. «Амур, проснись, отточи свои стрелы», – призывает певица в арии спящий Амур, рассказывая о пробуждении любовного чувства. Ария «Тайная влюбленность» повествует о страданиях юноши. «Я скорее умру, чем открою мою тайну», – признается он. Прекрасные глаза, прекрасная грудь, прекрасные волосы, красивые губы – название арии не оставляет сомнения. Это гимн, посвященный возлюбленной. Любви без страданий не существует в одной из скорбных арий ламэнти. Влюбленный в отчаяние изливает свою душу. «Мое сердце так страдает», – плачет он. «Моя Лидия, которую я обожаю, заключена отцом в стены своего дома, и я тому причины». А рядом с жалобами влюбленного фривольная песенка «Ля соль Фамира До», поэтический текст остроумно обыгрывает название «нот», которые в итальянском языке имеют смысловое значение. «Фа» по-итальянски означает «делать ми», «мне», «дон», «подарок». «Дон ми фа», «сделай мне подарок». Речь идет о красавице, которая не обращает внимания на любовные вздохи, но готова ответить на любовь, как только получит ценный подарок или золотые монеты. Эффектно звучит «Ля вендетта» – «Месть», «О сладости мщения неверному возлюбленному». Барбара Стротца сочиняла в основном в жанрах светской музыки. Рассказывая о любви, она повествовала о теме, хорошо ей знакомой. Однако самый последний сборник Барбары представлял собой коллекцию матетов на религиозные темы. Возможно, Барбаре было важно восстановить свою репутацию, ведь две ее повзрастревшие дочери решили посвятить себя монашеству. О материальном положении Барбары Стротца можно судить по ее письму, направленному в адрес правительства Венеции во время войны с турками в 1651 году. Она просит освободить ее от повышенных налогов, поскольку вынуждена содержать четверых детей и престарелую мать. При этом известно, что она не бедствовала и даже давала деньги в долг своим многочисленным друзьям. Барбара Стротца скончалась в 1677 году во время поездки в Падию. Если бы кто-то из ее поклонников написал эпитафию, несомненно, он воспользовался бы цитатой ренессансного венецианского поэта. В моей груди билось свободное сердце, которое принадлежало только мне и никому другому на свете. Наверное, найдется не слишком много людей, которые уже в детстве определились с выбором профессии. В этом смысле музыканты и артисты балета – исключение. Конечно, чтобы достичь высот в этих профессиях, нужен талант, чувство ритма, музыкальный слух, а в балете еще и физические данные. Думаю, многим будет интересно посмотреть кадры хроники о том, как происходит отбор детей, поступающих в хореографическое училище. Хорошими балетными артистами могут стать только единицы и сотен желающих поступить в училище. Своевременно предупредить маленького человека – не в этом твое призвание, не менее важно, чем распознать дарование. Приступая к отбору учеников, педагоги мечтают увидеть ребенка идеального сложения с гармоничными формами. Фигурка будущей балерины должна отличаться узкими, продолговатыми пропорциями тела. Увы, эта девочка далека от идеала. Плотный корпус, короткая шея, короткие руки. У этой девочки хорошие перспективы, ведь известно, что в процессе обучения и каждодневных тренировок шаг будет развиваться. А здесь все отлично. Во всех направлениях – вперед, в сторону и назад. Угол подъема ноги превышает прямой и намного пятерка. Комиссия составляется из опытных педагогов, которые и будут вести первые классы. Возглавляет ее профессор Лавровский. Стоп. Достаточно? Достаточно. Дети в линию. Быстро, быстро. Володя, прослушай музыку и прохлопай, деточка. Пожалуйста. Нет, еще раз и внимательнее. Пожалуйста. То же самое сыграть? Другое можете, пожалуйста, внимательнее, только пожалуйста. Хорошо, молодец. Спасибо уж. Девочка, прослушай музыку и прохлопай ручками то, что услышишь. Пожалуйста. Пожалуйста. Молодец. Наша программа подошла к концу. Жаль, но приходится прощаться. С вами был Геннадий Янин. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok П огорцом. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...